Одинцовская лингвистическая гимназия Александровна правомерна, потому что она имеет право, если самостоятельно не может заполнить избирательный бюллетень или расписаться в его получении, заявить об этом членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и обратиться за помощью. Исчерпывающий ответ с этим согласна и комиссия. Необычный формат телемост позволяет каждому ученику отвечать в своих стенах, а это, как известно, тоже помогает. Даниила Зинькова команда выбрала ответчиком. На Олимпиадах он участвует часто. Избирательное законодательство изучает не только в рамках подготовки к Олимпиаде. Он хочет стать юристом и попробовать себя в политике. На выборах был, но только с родителями ждет, когда исполнится 18 лет. На самом деле ничего особенного, отличительного от других Олимпиад нет. Также с Юлией Борисовной, с нашей замечательной учительницей общества знаний и права, сами читаем, готовимся. Нам книги раздали от избирательной комиссии Московской области. Что такое государственная власть, как устроены выборы и чем отличается общенародное голосование от референдума? Для этих ребят сложных вопросов нет. Изучить избирательное право без прочтения главного закона страны Конституции невозможно. Оттого Анна, вторая участница Одинцовской команды, следит за последними изменениями. По поводу права к изменению с Конституцией, меня больше всего, как ученица 11 класса, волнует от родителей это на едином государственном экзамене, по обществу знаний, которое я буду сдавать уже через меньше, чем три месяца. Олимпиада по избирательному праву проходит в Подмосковье не в первый раз. В ней, по статистике, участвуют более тысячи школ Подмосковья. Специалисты считают, что это не только хорошее подспорье в изучении предмета, но и потенциал для избирательных комиссий. Позволяет действительно поднять интерес к выборам, к избирательной системе, поднять знания людей, наших молодого поколения подрастающих, избирателей будущих, и, соответственно, вовлечь их в избирательный процесс. Для нас, как для территориальной избирательной комиссии, это еще и такое окно для кадрового резерва. То есть мы, конечно же, будем обращать внимание после того, как им исполнится 18 лет, и работать в том числе в составе участковых и других избирательных комиссий. Сейчас, как никогда, это очень важно. Я, как депутат, тоже горжусь, что у нас есть такие ребята, которые идут на такие интересные формы проведения Олимпиады, и надеюсь, что мы победим. Ребята тренируют себя пока теоретически в работе территориальных избирательных комиссий, интересуются политикой в целом и входят в состав молодежных избирательных комиссий. А пока Даниил, Анна и Руслан прошли в финал Олимпиады. Этот этап проводится в формате публичных дебатов. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.